Необходимо знать, как именно учить язык. А для этого нужно понимать, что мы непосредственно учим. Поэтому позвольте вам представить упрощенную структуру любого иностранного языка. Он состоит из лексики, грамматики и фонетики. Это три составляющие, то есть кирпичики языка. Лексика по-умному — это слова. Грамматика — это правило составления этих слов в осмысленные предложения. И фонетика — это навык произношения этих слов, предложений и так далее. Вопрос. Если вы знаете все слова, знаете прям все правила и все прекрасно произносите, владеете ли вы английским языком, говорите ли вы на английском языке, читаете ли пишете? Давайте, чтобы оживить наше с вами занятие, пишите в чате прямо под видео. Есть специальная форма чата. Он приходит немножко с опозданием. Помощники мне будут передавать ваши ответы. Да, если это является владением языком. Нет, если не является. Пока мы ждем ответа. Дайте угадаю. Скорее всего, ответ нет. Нет. И правильно, потому что это кирпичики языка. А сам по себе язык — это четыре навыка. Разговор, понимание, чтение и письмо. А именно, разговор — это навык передачи своих мыслей устно на иностранном языке. Понимание — это процент понятой информации из устного сообщения на иностранном языке. Чтение — процент понятого из письменного сообщения. И письмо — это умение выражать свои мысли на иностранном языке письменно. Получается у нас четыре квадратика, четыре навыка и три составляющие языка. Во всем мире все абсолютные экзамены проверяют, международные сертификационные, проверяют не вот это, а проверяют вот это. Навык. Как вы говорите, как вы понимаете, как вы читаете и как вы пишете. Четыре основных навыка. Проблема в том, что наша школа обычно учит нас максимум писать и читать. И основное внимание уделяет грамматике. Большинство курсов, которые научат вас быстро, научат вас быстро говорить иностранном языке, научат в кавычках, дадут вам понимание грамматики. Научат вас понимать грамматику, иногда даже употреблять грамматику, но не говорить, не понимать, не читать, не писать. Вы можете знать много слов, вы можете знать все правила, но при этом не уметь, не понимать, когда эти правила употреблены в тексте или в речи, и не формулировать те фразы и предложения, которые вы могли бы сделать, если бы это было передано на уровень навыка. Вот эти семь основных пунктов. Я вас обрадую, что 95% ваших усилий сосредоточено вокруг трех основных навыков, если вы правильно учите иностранный язык. 95%, то есть каждые 57 минут из часа, вы должны заниматься всего лишь тремя основными навыками. Первый – это лексика. И она у нас нарисована самой большой. Не потому что я не рассчитал размер кружочков, а потому что действительно она занимает три четверти времени. Но не именно занимает как запоминание слов, а тратит нашего времени. Как пробки в городе съедают три четверти того, что ваш автомобиль мог бы по правилам ездить по городу. Потому что есть светофоры и есть пробки. То же самое здесь. Учите слова вы очень малое количество времени. Основное время вы подбираете слова, когда хотите сказать. Из-за этого мало говорите. И вы вспоминаете значение слова, когда вы читаете или понимаете. Из-за этого очень сильно останавливаетесь. Замедляетесь при понимании, либо понимаете мало, и при чтении. Попробуйте простой эксперимент. Как бы вы не знали грамматику, если вы выучите все слова со страницы текста и потом прочитаете текст, скорость чтения будет сравнима, если хорошо выучить слово, сравнима с чтением на русском языке. Процент понимания будет сравним с процентом понимания на русском языке. И это справедливо для любого, практически любого индоевропейского языка, то есть которые к нам более-менее близки. Китайский, корейский, японский не пройдет. Тема, пробовал, структуру другая, другая логика. Английский, испанский, французский легко. Процент понимания будет очень высок. Похожая грамматика. Лексика. Второе, это не грамматика. Это именно объединение лексики и грамматики в навык разговора. То, что все вы думаете, получается методом практики. С одной стороны, это правда. Практика один из способов и практически единственный способ постановки навык разговора. Не делая разговора, мы не получим навык разговора. Но здесь, я обрадую вас, есть инструмент, который примерно в 7-10 раз увеличивает скорость постановки лексики и грамматики, перевода ее именно в разговорный навык. И только когда вы перевели в разговорный навык и слова, и грамматику, они уже никогда не забудутся. Вы можете на 100% не помнить правила, но вы будете говорить. Это самое-самое главное. Так владеют языком носители. Если вы попросите своего друга, который уже в США живет 10 лет, давно сдал все экзамены, помочь вам с домашним заданием, он нам скажет, как правильно, но никогда вам не скажет само правило. И, скорее всего, не объяснит. Он их уже не помнит. Школа прошла давно. Но мы с вами вряд ли помним артикли, артикли нет в русском, падежи, например, или склонения, спряжения, но при этом правильно говорим на русском языке. А когда-то многие правила мы действительно вводили в речь таким образом через школу. Ну и, наконец, это первая задача у нас. Вторая задача. Перевести все в навык разговора. И тут мне преподаватели возразят, а как так? Разговор самое сложное. Это продукция речи. Сложнее ничего нет. Потому что понять – это так, как лекция по физике. Представьте себе, если вы можете лекцию прочитать, но можете ее не понять. Это будет очень странно. Так вот, разговор самый сложный из навыков. Обычно при изучении иностранного языка идут как? Сначала учимся читать. На самом простом. Потом писать. Писать, потому что есть грамматика, есть правила, есть куча времени. Не можешь вот так написать – напиши по-другому. Тебе на 20 предложений могут дать час. И вот тут по-любому времени хватит. Потом, по идее, учат понимать, но что-то не особо учат понимать. И только после этого предполагается, что методом огромного количества практики, вот тысяч часов в школе – это не практика, говорить. Маленькие дети изучают по-другому. Сначала они учатся понимать, потом они учатся говорить, потом они учатся читать, и только после этого они учатся писать. И при этом ребенок до пяти лет может освоить два и три языка и говорить на них со своим маленьким мозгом, маленьким объемом знаний. Но, придя в первый класс, ему объясняют, как правильно учить английский язык и любой другой, и он уже не будет один язык знать не то, что за пять лет, а за 15 или 20. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!